ГТО, что означает эта аббревиатура, в советское время знали все. Готовность к труду и обороне, возрождение системы оценки физических способностей граждан поддержали и челнинцы. Как минимум те, которые приняли участие в первомайской массовой утренней зарядке. Егор Орлов выяснил, откуда берутся силы и выносливость. Настоящий праздник спорта в поддержку норм ГТО прошел при поддержке общественной приемной депутата Госсовета Сергея Рачкова. Те, кто не хотел выполнять упражнения, мог принять участие в играх и конкурсах, тоже на спортивную тематику. Занимаясь физкультурой, делать по утрам зарядку, совершать прогулки, поддерживать свою физическую форму. Я не курил никогда. Все четверо моих сыновей тоже не курит и ведет здоровый образ жизни. То есть зарядка это то, что мне нравится и то, что я бы хотел немножко распространить и тиражировать. К проведению городской первомайской зарядки привлекли фитнес-инструкторов и именитых челнинских спортсменов. В семьях Амедульных чем не пример для подражания. В их копилке 18 золотых медалей чемпионатов мира. И в пользе утренней зарядки они не сомневаются. Обязательно! Первым утром зарядку. Без этого мы просто свою жизнь не представляем. Без зарядки. Обязательно зарядка нужна. Бодрит, во-первых. Просыпается весь организм. И организм включается на все 100%. На первомайской зарядке не обошлось и без иностранных наблюдателей. Правда, Бен Элфридж попал на площадь случайно. Я прогулялся на параде, потом пришел сюда. Люди наслаждаются сами собой. Погода отличная. Хороший день. Вот так активисты показали свою поддержку системе ГТО, сдать нормативы, которые им по плечу уже сейчас. Но главные результаты такой зарядки все же здоровье и хорошее настроение. Ведь делать ее вместе – это весело. Егор Орлов, Радик Ганиев, РНТВ, Набережные Челны.